Друзья, 10 часов и 4 минуты в Москве, с вами телерадиоканал Страна ФМ, Юлия Егорова здесь. Влад Кутузов также встречает с вами это утро. Я могу пояснить, почему у Юрики сейчас заплетается язык тебе в хорошем смысле этого слова немножко, потому что у меня происходит то же самое. Потому что когда к нам приходят такие люди, такие гости, то с нами происходит что-то не то. Говорить даже нам становится сложно. Итак, это утро с нами встречает самая популярная поэтесса современности Соломонова. Доброе утро. Доброе утро, наша муза. Доброе утро, наша звезда. Доброе утро, наша роскошнейшая женщина, которая каждое утро радует нас Кутузовым своими стихотворениями, своими песнями. Мне так приятно. И каждый день радует слушателей и телезрителей Страна ФМ. Спасибо тебе, что пришла. Спасибо вам огромное, спасибо. Спасибо за поддержку поэзии. Ну, так мы очень любим поэзию, особенно в твоем исполнении, тем более. Почему я испытываю огромную к тебе благодарность, в том числе потому, что у тебя день рождения через два дня. И ты готовишь грандиозные события. И у тебя репетиции. Мы смотрели с Кутузовым сториз вот эти вот вчерашние. И, честно говоря, вот даже вот переживали, да, едешь ты, найдешь ли ты в себе силы и время накануне. И эта же история у тебя стала традиционной уже, да? Да. Ну, просто с какого-то года я поняла, что это ужасно сложно проснуться, понять, что тебе еще на один год больше, и все тебя поздравляют. И ты говоришь, оставайся такой же до ста лет, до ста лет. Я когда слышу вот это до ста лет уже несколько раз подряд, мне становится плохо. Я думаю, что угодно, только не думать о том, что у меня сегодня день рождения. Когда у тебя концерт, там такой адреналин, какие-нибудь шнуры нужно коммутировать, звук настраивать. И, в общем, ты вспоминаешь о том, что у тебя действительно день рождения, уже где-то ближе к вечеру остаются пять минут. И ты такая, все, ну, все, уже прошло, ну, ладно, пережили. Выдохнули. А неужели поэт относится к своему дню рождения так же, как и обычный человек, как и мы, обыватели? Мне казалось, что у вас какое-то другое должно быть отношение вот к такому событию. Вы знаете, если бы возраст от 20 до 30 ходил бы туда-сюда, 21, 22 до 30, а потом 29, 28, 5 до 20 и туда и обратно у поэтов, то я бы вот по-другому бы относилась. Я бы была бы абсолютно совсем согласна, но так как возраст, к сожалению, только прибавляется. То есть я веду себя в этом случае не как поэт, а как женщина. Как женщина. Да ты, мне кажется, вообще в принципе в основном всегда ведешь себя как женщина и пишешь стихи, как настоящая женщина. Давай поговорим о твоем концерте. Он пройдет 29 мая, прям вот день в день, в день рождения, вечером, в среду, в новой опере. Да, в театре новая опера. Это будет концерт где-то на час 40, где будет сарказм и лирика. Да, все начнется с сарказма, потом будет лирика и закончится опять сарказмом, чтобы хорошее настроение было. Нет, все начнется с шампанского. Вот, мы же сегодня анонсировали с Кутузова. Потому что я хочу встретить всех сама в фойе. Для этого я раньше выйду к зрителям. Мы сделаем фотографии, потому что иногда не хватает времени сделать со всеми фотографии. А тут я буду прям стоять и фотографироваться, 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 все будут пить шампанское. Можно будет обниматься, целоваться с менинцей. Обниматься, целоваться, это самое главное. Раз в году с Солой Моновой можно делать вообще все. Да, я согласна. Я согласна. Скажи, пожалуйста, вот к этому дню были ли специально тобой написаны какие-то строчки новые абсолютно, приуроченные именно в дню рождения? Ну, нет. И, наверное, я не хочу пока еще писать об этом сорокалетии. Я еще его не пережила. У меня есть стихи про день рождения, но они такие не эфирного характера. Они такие для своих, да? Ну, я могу прочитать. Давайте я прочитаю, но просто то слово, где есть что-то... Пикай Кутузов. Да, ну, я думаю, все догадаются. Просят голуби в парке о хлебушке. Просят опять и опять. На тебя реагируют дедушки. Поздравляю. Тебя 35. Браво. Аплодисменты. Там есть продолжение. Именинный пирог недокушанный. Покрошу, отгоняя кота. И поставлю коробочку с сушами. Что такому добру пропадать? Налетят, как немирные атомы, и начнется неистовый жор. Оглянусь, привлеченный пернатыми, престарелый стоит ухажер. От восторга небесного светится. И по-братски готов обнимать. 35. Это даже не 70. Это ж молодость твою мать. Так. Гениально. Мне как раз вот прям накануне очень хорошо. Соломонова сегодня у нас в гостях. Друзья, мы прервемся ненадолго сейчас и продолжим очень скоро. Будьте здесь. Доброе утро. Это утро вместе с нами, вместе с вами встречает поэтесса номер один нашей страны Соломонова. Доброе утро. Доброе утро. Мне приятно, что вы меня так называете. Мне кажется, я поэтесса номер один Инстаграм. Вот так, Инстаграм-поэтесса номер один. Ты знаешь, да, как сейчас много об этом говорят, что вот поэт в сети, в Инстаграм, как это, поэтесса или поэт, как правильно называть современных авторов, да, учитывая то, что сегодня все изменилось, да, и ну как бы там не так, как времена твоего любимого автора, твоей любимой поэтессы Анны Ахматовой, конечно. Ну, мне кажется, разницы никакой. Как, не назови, главное, это сущность. Суть-то не меняется. Да, суть не меняется. Многие поэты не любят, когда их называют поэтессами. А мне кажется, поэтессы это очень даже сексуально, поэтессы. Юля, знаешь, мы сказали все абсолютно правильно. Да, 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 все абсолютно правильно. Мы же хотели рассказать вот еще о чем, друзья, кто нас смотрит, не только слушает. На столе лежит, слушай, расскажи, пожалуйста, вот, потому что хотим от тебя узнать. Супер, супер, мега приз. Это то, что буквально сегодня вышло из типографии, да? Можно я расскажу? Да, да, да. Это даже еще не вышло. Есть такое понятие, как проба, когда тебе из издательства присылают только что отпечатанную книгу в единственном экземпляре. И вот мне прислали в двух экземплярах такой набор. Видите, это четыре книги соединены одним целым. В целом, это мой новый дизайнерский дизайн масло-масляное. Это мой новый дизайн моих четырех оригинальных книг. Левая, правая, телефонная, розовая. И это прям эксклюзив. Такого еще ни у кого нет, потому что еще даже тираж не напечатали, и я привезла этот эксклюзив и готова подарить за лучший вопрос. То есть вы понимаете, друзья, четыре книги в одной, они составляют собой роскошную Соломонову. И сегодня тот человек, который задаст поэтессе, нашей гости, самый интересный, необычный, заковыристый вопрос по номеру 8495-276-089-9, получит вот эту роскошь, роскошную эксклюзив, эксклюзивную. Это то, что лежит у нас вот сейчас на столе, и больше пока этого вообще нигде нет, нельзя купить ни за какие деньги. Нет, это появится через, ну, буквально несколько дней, но не в магазинах, нет, это будет такой лимитированный тираж. А ты же каждый год к своему дню рождения придумываешь что-то эдакое. А почему именно такие названия, значит, левая, правая, розовая и телефонная? Ну, они были уже до, они были до, то есть это те мои книги, а вот лежит телефонная книга, видите, какая... Да, конечно, у тебя же уже существует, то есть это та самая телефонная книга? Вот это жалобная книга, вот это телефонная. А вот жалобная книга, вот такая она. Это стихи, на самом деле, за 20 лет. Я не так быстро пишу стихи, как хотелось бы. Вот это стихи за 20 лет, которые сейчас можно сложить вместе, и получается мой портрет с декольта. Я думаю, там, к 50-ти у меня появится пресс, к 60-ти трусики, к 100 годам нам тоже. Слушай, ну, об этом пока еще рано, конечно, очень рано говорить об этом. Конечно, да, вдруг не доживу, да. Все будет отлично. Друзья, плюс 7909-9281-89, вот этот потрясающий эксклюзивный приз, комплект, я не знаю, как правильно это назвать, чтобы не ошибиться. Да, да, ну, пусть будет библиотечка. Библиотечка эксклюзивная абсолютно достанется тому, кто пришлет для Соломоновой... Вопрос, который мне еще не задавали никогда. Вот, кстати, да, не то, что самый необычный, а вопрос, который еще, может быть, никогда не звучал в принципе. Друзья, поэтому еще раз, плюс 7909-9281-89, пишите, задавайте, ну и вот комплект достанется кому-то из вас. Убеспокоюсь, что нужен антидепрессант. Она выкладывает в сторис свой день буквально по часам, как варит борщ, читает книжки, как делает подводку глаз, как депилирует подмышки. А это целый мастер-класс. Она выкладывает в сторис, как матерится с мужем, ссорясь, как дерзко превышает скорость, замазав грязью номера, как в караоке у Ашота берет себе еще два шота и с криком «Что ж так хорошо-то?» снимает пьяный бумеранг. Привычка, кстати, неплохая, ведь Ленка женщина лихая, точнее, Ленка отдыхая, гуляет до потери сил. И муж ее гражданский Борис не раз ее искал по сторис и перед барменом, позорясь, жену из зала выносил. О чем мое стихотворение? Про помню чудное мгновение, про торжество, про вдохновение, про то, что Борис не козел, про то, что сторис — это днище, но от любви любви не ищут. А значит, должен был подписчик, что смотрит абсолютно все. Браво! Браво, Соло Монова! Это был утренний сарказ. Сторис. Слушай, скажи, пожалуйста, а вот у этого стихотворения, у героев, вернее, есть ли реальные прототипы героя этого? Да, есть, да, есть. Борис. Это моя подруга, это моя подруга Оля. Ей, кстати, понравилось это стихотворение, я так переживала, когда его публиковала в ленту. Ну, она мне написала, ну, я не знаю, ну, то есть она точно поняла, что это ей близко. Ты ее не предупреждала о том, что это у ней? Она сама прочла и поняла, что это вот она. Не факт, что она поняла, но она явно поняла, что вот эта Ленка из стихотворения «Классная девчонка», она бы с ней бы поладила. И Борис тоже, да, просто, видимо, и все имена изменены? Все имена изменены, да, и локации тоже. То есть никто никогда не догадается, кто это. Хотя сама, ты же выкладываешь большое количество сторис тоже соло, и у тебя практически уже миллион подписчиков, да, вот тебе там считанные там несколько тысяч остаются. Да, пятьдесят, по-моему, осталось. Ну, это, в принципе, по сравнению с миллионом, это капля в море. Твой день начинается с Инстаграм? Да. Да, мой день начинается с социальных сетей. Я поняла, что это лучший способ проснуться, когда вот будильник уже три раза переставил, уже как бы надо вставать. Открываешь один глаз, потому что еще фокус не наводится. И заходишь в социальные сети, и как-то за десять минут прям просыпаешься. Все, взбодрился. Да, да, там, увидел какую-нибудь фоточку в ленте друзей, такую бодрящую, или еду. А ну, еда — это отдельная история для всех. Ну, мне кажется, не для Соломоновой, учитывая то, что ты всегда говоришь, что, во-первых, поэт, когда он в творчестве забывает о еде, должен быть голодным, а, во-вторых, учитывая то, в какой ты форме, какая ты стройная. Ну, мне кажется, что все стройные, они всегда голодные. Это про меня. То есть мне главное не показывайте еду, показывайте духовную пищу, тогда я как-то продержусь. Но когда показывают сочный круассан сливочный... Вот сейчас ведь были стихи, на самом деле. Вот так они и рождаются. У нас же огромное количество вопросов. Приходите, телефон разрывается буквально. Давайте к ним перейдем. Соло, скажите, пожалуйста, все стихи, написанные вами, это частичка вашей жизни? Пережитые события — знак вопроса. Вопрос. Хотели бы вы сменить профиль и плавно перерасти из писателя в первоклассную актрису театра и кино? Мне кажется, у вас бы неплохо вышло. Всегда интересно вас слушать и смотреть. Спасибо. Это чудесные вопросы, но мне их уже задавали. Я очень поэтому коротко отвечу. Первый был про что? Секунду, я ушел. Про актрису? Нет, актрисы я не знаю. Ну, то есть как дополнительно, да. Но актерский факультет есть там уже в биографии? Ну, я точно знаю, что это другая профессия, то есть там нужны другие навыки, и сейчас бросить все уже развитое и развивать дальше актерский. То есть я могу сыграть себя или могу сыграть, когда вся команда вокруг меня будет такая, да-да-да, Юлечка, ты классно сыграл. Вот давай мы сейчас, вот все для тебя, все для тебя. А актерская жизнь, она довольно жесткая. То есть там идет поток, и ты должен в этом потоке существовать. Так я не смогу, вот как рядовой артист, который вот идет по кастингам ходить, чтобы тебя выбрали. Да, да, я смогу только, когда у меня небольшая роль, и все такие, ну давай, 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 сыграй, сыграй. Молодец. Вот тебе круассанчик. Вот тебе, молодец, хорошо сыграл. А как я сыграла? Хорошо. Очень хорошо. Слушай, сейчас было все изумительно сыграно, давайте снова прервемся мы. Ну что делать, у нас небольшая рекламная пауза, 3-4 минуточки, мы продолжим. Первый и единственный в России. Телерадиоканал «Страна-ФМ» Один на всю страну. Даже цветы в траве Теперь не того оттеночка Черная фея бровей Ходит к плохим девочкам И соблазняет Маш К уху от переносицы Это же татуаж Татуаж, татуаж, татуаж Он целых три года носится И девочка бьет тату В модном салоне в бронницах Чтоб видели за версту Что это идет модница Что делали мастера И никакой мистики Все говорят «Стирай» Но говорят завистники А черная фея бровей Слиняла благополучненько Смеется над жертвой своей И потирает рученьки Ходит в черной фате По звонким апрельским лужицам И забирает тех Кто маму не хочет слушаться Соломонова Я впервые вижу, как это происходит Вот лично, потому что мы не раз слышали Это стихотворение в эфире «Страны Ифа» Но послушай, когда ты играешь Когда это происходит перед тобой Ты актриса Почему ты говоришь «Я не актриса»? Настоящая просто невероятная Кстати, есть такой Актер уголовного жанра Когда все у голове Я вообще в какой-то момент перестал понимать В каком из миров я нахожусь Очень быстро переместил К вопросам вернемся Я предлагаю вернуться к вопросам Доброе утро Какие стихи ближе вам самой? Сарказм или лирика все-таки? Задают часто такой вопрос Мне близки и сарказм, и лирика Выбрать нельзя, как между двумя детьми А вот еще следующий Добрый день Ваши стихи написаны в основном в стиле современности И о современности А не хотели ли бы вы написать что-то В стиле наших русских классиков? На века С уважением Денис Сергеевич написал Добрый день, Денис Сергеевич Вы плохо знакомы с моим творчеством Вот это ответ на вопрос И еще вот последний вопрос Такой вопрос тоже был Вопрос для Соломоновой На что вам не хватает смелости? Ой, классный вопрос На что мне не хватает смелости? Пойти учиться вокалу Потому что мне кажется, что это невозможно Хотя некоторые поющие люди говорят, что Ну всегда можно развить себе Вот развить, чтобы вот петь красиво А мне кажется, у тебя роскошное актерское пение Вот твоя композиция Несуаз Я его любимый сам Нет, это автотюн Несуаз это автотюн Автотюн это к Мадонне Ну что ты? Не-не-не, там все автотюном сделано Ну нет, я по-актерски, да Исполняю свои стихи на музыку Но это не пение Так, ну один вопрос нам уже понравился Правильно, Соломон? Мы его ответили Да, это вопрос, на что вам не хватает смелости? Мы его отметили, мы его запреди Да, вот смотри, действительно, ты сказала, что Ты хотела бы положить, как это сказать Полноценность стихи на музыку Получилась вот такая полноценная Да нет, положить-то могу Я же много написала уже песен Ну просто пение, это пение Это когда звук Ну когда ты поешь Когда есть а-а-аму И возможно, этому и можно научиться Но у меня не хватает на это смелости И поэтому я просто читаю стихи под музыку Женщина, ну, словно из Милана Там стилисты знают, чем цеплять Платье комбинация с валаном Курточка из щипанных цыплят Босоножки с тонкой перемычкой Образ по фигуре, по годам Как же мне угнаться, горемычной За такими стильными, мадам Ну, это же не пение За такими стильными, мадам Я ничтожна в тонком мире моды Я не посещала фэшн-вик Потому одета по погоде Валенки, ушанка, пуховик Поверь, это лучше, чем пение Поверь, поверь, поверь музыкану Это мой жанр У тебя абсолютный слух, вот что я заметила Вот что важнее всего порой Мы знаем, Соло, что ты запускаешь очень скоро приложение Ты становишься еще более компьютеризированный Приложение для чего? Потому что мне каждый день в личку пишут А вот стихотворение Вот про то-то, про то-то Какие-то слова высылают И я этим людям отвечаю Что же это за стихотворение Где его найти, скопировать А почему я тогда в поисковике Иногда часы трачу, чтобы найти Какое-нибудь стихотворение Я не успеваю отвечать всем на такие запросы Вот у меня есть, например, полчаса времени свободно Вот я сижу и полчаса отвечаю А теперь у меня будет приложение, где можно вбить Вот ты помнишь три слова? Вбить три слова Или, например, сделать только матерные стихи И прочитать только матерные Только про любовь Только про то, что он ушел Только про то, что я ушла Вот так вот можно будет сортировать Ну наконец-то ты до этого додумалась А давай сейчас с тобой сыграем Ты будешь моим поисковиком Мое любимое твое стихотворение Наизусть не помню, но вот слова есть такие Я бы любила вас там сколько-то тысяч лет назад Сегодня боязно Да, да, есть такое Я помню дни, когда мне были не страшны Любые горести И жизнь казалась чередой сплошных прогулок в поезде Смелось солнышко сквозь грязное стекло Тянуло лучики Одних попутчиков бессовестно влекло К другим попутчикам И превращался незнакомый пассажир в такого нужного И с ним хотелось разговаривать про жизнь за поздним ужином Делить горячим подстаканником звеня Кулек с ирисками Но все попутчики сходили без меня И их ждали близкие А я молила, чтоб нажал на тормоза Кондуктор поезда Я бы любила вас Сто тысяч лет назад Сегодня Боязно Егор, это бальзам на твое сердце сейчас был Это то, что ты хотела услышать Слушай, можно я напомню еще раз про вот этот замечательный эксклюзив Который находится Литературный эксклюзив, так скажем Мы разыгрываем Да, это четыре совершенно новых книги Нет, это четыре моих популярных книги Которые теперь имеют общий дизайн Ну вот в таком варианте, каще не было никогда Их можно на них смотреть как по отдельности, так и совместив Можно выбрать любую часть Соло, да, как бы вот нижнюю часть А Селепаков мне написал, мне две нижние книги в комментариях Друзья, эти книги вы можете получить практически из рук Соло Моновой За самый, ну как мы договорились, неинтересный вопрос А за вопрос За вопрос, который мне еще никто никогда не задавал Да, который раньше никогда не звучал Поэтому пишите Плюс семь девятьсот девять, девятьсот двадцать восемь Один восемьдесят девять и девять Время еще есть, должны успеть обязательно Так, мы продолжаем, мы сейчас еще, ты нас не прерываешь, да, Крузов? Нет, 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 нет Я уже подумала, что ты свое любимое, свое любимое, свое любимое дело хотелось сделать Ты сделай пока, да, я пробиваюсь по вопросу А ты по знаку Зодиака близнецы Близнецы Да, я погуглила, нашла вот твой Ну а как еще? Как еще? А, кстати, твоя Анна Ахматова, она кто, интересно, по знаку Зодиака? Вот я не помню Не близнецы, мне кажется Я погуглила твой гороскоп на сегодняшний день И вот смотри, что сегодня у тебя Напряженный день Напряженный Действительно напряженный, да? Да, напряженный Что впереди сегодня? Примерка Примерка перед концертом Это четыре образа И они должны быть все разные Это платье? Нет, не только Четыре образа, так скажем Все, 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 дальше не буду Дальше Придется исправлять чужие ошибки Тратя время на дела, которые вы предпочли бы Поручить кому-нибудь другому Ужас Вот как всегда Все самой, все самой Да, проводочки, вот как ты сказала Это нужно всех друзей прозвонить Кто ко мне придет Узнать, кто придет, кто не придет Подписать билет, это очень сложно А ты такая очень дотошная, да? Вот в таких вот мелочах Нет, просто с друзьями С ними нужно быть еще более ответственно подходить Чем просто к зрителям Потому что зрители, они организованные Они придут А друга, если ты не позвал, он обиделся Понимаешь? А если позвал, то нужно предупредить, чтобы Правильно позвать Да Потому что они могут обидеться Что вот, скажут, зазвездилась И не позвала меня Скажи, пожалуйста, а твоя собака, которую вы завели недавно Не обижается на то, что хозяйки сейчас, ну, наверное, совсем нет дома? Моя собака не очень понимает, кто ее хозяин Потому что у нее много хозяев И она любит всех Как ее зовут? Ее зовут Фурия Порода? Австралийская овчарка Австралийская овчарка, Фурия Имя, наверное, да, принадлежит Кто автор? Я расскажу у меня о дочери У моей любимой мультфильм Как приручить дракона И у нее есть игрушка Фурия, с которой вот она ходит До сих пор спит Мы пытаемся ее от этой игрушки как-то отлучить Но решили, что ладно И когда завели щенка, думали об имени Я говорю, ну, Нина же у нас кого любит, Фурию Все, пусть и собака будет Фурия Похожа она на дракона Вот будет Нине дракон-собак Я думаю, что скоро будет стихотворение про Фурию Да, у меня уже есть несколько тем Потому что я за ней наблюдаю Я с ней бегаю Как у нее характер такой интересный Ну, во-первых, ее, конечно, интересуют мальчики-собаки И это просто восторг Хорошо, мальчики-собаки же Не девочки-собаки Я сейчас обнаружил вопрос Я хотела назвать это слово, но решила Я обнаружил вопрос, который, как мне кажется, еще не звучал Давайте Есть такой Но мы его озвучим после небольшого перерыва Вот как раз вернемся И вот обязательно Ну, а то, конечно Помнишь, к однокласснице ушел школьный А потом вернулся и принес шубу Мне, конечно, милу до сих пор больно Ну, и шубу тоже до сих пор ношу я А когда с танцоршей загулял пошлой Мне купил машину, чтобы опять вместе Выходка с танцоршей навсегда в прошлом А машина вроде ничего Ездит В августе бухгалтершу свозил в Канны Хоть ее открыто называл серой Мне, чтобы звениться, подарил камни Три карата перстень и по два серьги У меня истерика Хожу, плачу Ежели представлю, как тебе стелят Радует одно, что отписал дачу Это за рыбалку и за ту стерлить Не могу привыкнуть к твоему блуду Не заставить саблю положить в ножны С горя ипотечную взяла ссуду Значит, десять лет еще прощать можно Браво Соло Мона у нас в гостях сегодня Это было обращение к нему И вот вопрос, который я хотела озвучить Тоже параллельно так идет Соло, хотелось бы вам Хотелось ли бы вам попробовать мужской образ? Не знаю Ну, знаете, в институте я играла в спектаклях У меня было амплуа либо инженю, либо травести То есть принцев там каких-то, мальчиков у Брехта А почему-то я очень сейчас тебя представила хорошо Смокинг, шляпа, может быть Знаете, это один из основных комментариев в Ютубе Что это трансвестит Ну, то есть мне каждый день пишут, что я трансвестит Хорошо накрашенный В смысле? В масле Еще один вопрос Доброе утро Ну, а что ты хочешь? Это обратно сторона твоей бешеной популярности Последний вопрос, наверное, доброе утро Вопрос близнеца-близнецу У певицы Ирины Олегровой есть песня Где ей слова всем и бабы стервы А каким словом вы бы назвали мужчин в ваших стихах? Сергей из Эстонии еще добрался Все мужики влюбляются Вот такой достойный ответ Поняли, Сергей? А вы, Сергей, какое хотели услышать? Слушайте, ну и, наверное, нам нужно подвести итоги уже Вот у нас там было пару претендентов Я считаю, что подводить итоги вообще рано Вот если вообще итоги Конечно, рано Но вот книги дарить пора Так я по поводу книгой говорю, конечно Книги, вот был про то, на что бы вы не решились Подарим вот этот комплект из четырех книг Мужчину, который спросил последний вопрос На что вам не хватает смелости? Подарим Про смелость подарим четыре Мужчину, который последний вопрос Эстония, Сергей Да, подарим толстую Сможете отправить? Ну, мы придумаем что-нибудь Да, конечно Предыдущий вопрос про трансвестин Он так мягко спросил Типа, вы транс? Я говорю, нет Я чувствую урва в этой жизни Это однозначно Он просто спросил про мужской образ соло Он так мягко спросил Он мягко спросил Мы подарим жалобную книгу И вот такой телефон Спасибо огромное Все договорились Ну, согласись, Влад Женщина, у которой есть чувство самоиронии Вот на собой Ну, это же просто потрясающе Это космическое чувство какое-то Мне приятно Давай мы еще раз всех быстренько позовем 29 мая 29 мая Театр Новая опера Любая информация, которую вы хотите узнать О моих выступлениях или о книгах Любую информацию вы можете найти в моих блогах Это будет проще, чем сейчас Вот адрес или телефон какой-то диктовать Ну, любые соцсети Которые найти вообще совсем не сложно Наиболее активно я в Инстаграм Но также есть ВКонтакте И там тоже все выложено Тем более, ты сегодня нам призналась Что ты даже в директе отвечаешь Нет, я отвечаю Да, просто такое количество заявок Что я не могу ответить всем Друзья, Соломонова у нас была сегодня в гостях Спасибо тебе огромное Спасибо огромное О, великая женщина Мы тебя ждем всегда Вообще, приходи, пожалуйста Спасибо, мне очень приятно Спасибо, до встречи И с наступающей Мы тоже с вами прощаемся До завтра, друзья, Юлия Егорова Влад Кутузов Пока